Солнышко греет все сильнее, да и первый месяц весны подошел к концу. Самое время задуматься, как провести первые выходные апреля весело и с пользой. Наша афиша в этом вам точно поможет. Традиционно вы можете провести время в театрах. Так, например, в Березняковском драматическом театре 1 апреля есть прекрасная возможность посетить всей семьей спектакль «Пеппи Длинный Чулок». Начало в 11 часов. А в 7 часов вечера приходите на звездный час по местному времени. Кстати, этот спектакль вы можете посмотреть и на следующий день, 2 апреля. Начало также в 19.00. Юные театралы всегда рады приходить и в драматический театр «Бенефис». 2 апреля в 12 часов состоится музыкальная сказка «Приключения Буратино». Встречаемся в ДК имени Ленина. Березняковский историко-художественный музей Минника Навалова порадовал открытием новой уникальной выставки «Золотой век». Там вы сможете насладиться западноевропейской гравюрой 18-19 веков из частных собраний Великобритании, Германии, США, Италии, Голландии и Австралии. Насыщенная программой в Музее книжной культуры и литературной жизни Верхниками и Алконос традиционно вы можете принять участие в музейных занятиях и мастер-классах. 1 апреля в 12 часов познакомьтесь с творчеством художника-иллюстратора Людмилы Юрчатовой. Есть программа и ко дню рождения березняковского поэта Алексея Решетова. 1 и 2 апреля в 2 часа дня состоится музейное занятие. Там вы узнаете о детстве поэта. В эти же даты в 15.30 приходите на экскурсию «Это все о нем». Погрузитесь в жизнь и творчество Алексея Решетова. 1 апреля в 13 часов загляните в музей «Усадьба Голицына». Там пройдет ремесленная слободка. А 2 апреля в 2 часа дня погрузитесь в соляной промысел на экскурсии «Альбом Соливара Богомолова». Жемчужина Уссолья, музей-заповедник Уссоль и Строгановская, как всегда, радует гостей масштабными выставками и экскурсиями. Кстати, 2 апреля пройдет мастер-класс «Роспись по дереву». Приходите и творите. Все любители литературы с нетерпением ждали этот фестиваль. Вот уже в 22-й раз в городе пройдет фестиваль литературного творчества «Решетовские встречи». Его посетят поэты и писатели из Екатеринбурга, Челябинска и Перми. Традиционно целью фестиваля конкурса является открытие новых имен, продолжение литературных традиций города Березники, сохранение и популяризация творческого наследия Алексея Леонидовича Решетова. Традиционно не обойдется и без спортивных мероприятий. Открытый турнир по баскетболу, первенство края по спортивной акробатике, соревнования по волейболу. А 2 апреля на лыжной базе стрижи пройдут семейные соревнования, посвященные закрытию лыжного сезона. Вся подробная информация есть в группе ВКонтакте комитета по физической культуре и спорту. Проводите выходные весело и с пользой. Афиш на выходные подготовили Ксения Калугина и Дмитрий Воронышкин.